всем привет друзья это канал мультиспорт меня зовут казаков иван мы таки добрались с моей супругой леной на велосипедах до читы въехали в город погуляли отдохнули и двинулись дальше в сторону республики бурятия погнали смотреть мультиспорт меня Последний день перед приездом в Читу нам надо было преодолеть серьезный перевал с хорошим набором высоты, который высосал из нас окончательно все силы, которые там оставались после перегона Хабарас-Чита. И в город мы въехали опустошенные на сто процентов. В Чите мы были три дня и мы все три дня просто отходили от этого стресса. Мы ходили по городу кое-как передвигая ноги. Я списался с абсолютно неизвестным мне человеком. Я нашел просто группу велосипедиста Читы. Написал ему, Димка, привет. Написал ему, говорю, ну мы вообще первый раз в городе, нас нам никого нету. Можете ли вы нас как-то встретить по возможности где-нибудь если есть место переночевать. И я собственно особо не надеялся на какую-то помощь огромную от этих людей. Но мы с Леной очень приятно удивились, когда ребята всей семьей, они нас встретили в городе Чите. Проэкскурсировали несколько дней, они показывали нам не просто город, они нам попытались передать природные достопримечательности. Свозили на родник, свозили в шикарнейший сосновый лес, природный заповедник. Мы с ними забрались вместе на гору, с которой видно весь город, видно слияние двух рек. Это Читинка и Ингада. Титовская сопка, город Чита как на ладони. Вот, забрались мы в общем на эту сопку, посмотрели город, все очень хорошо. Отдыхаем по полной программе. Отпуск, отпуск, что тут скажешь. Отдыхать осталось немного, пару дней и снова, снова в дорогу. Уже скучаем по трассе, по фурам, по перевалам, по подъемам. Не знаю, Лена конечно не скучает, но я бы уже хотел поскорее поехать дальше. А также мы с ними сходили покушали местную кухню. Приближение Бурятии, это означает приближение буз и прочей такой бурятской кухни. И мы сходили в специальную кафешку. Когда мы дальше ехали уже в сторону Бурятии, я пробовал постичь в каждой кафешке бузы. И надо сказать, что Читинские точно не проигрывают по своему вкусу. Огромное спасибо ребятам, еще раз хочу сказать, за гостеприимство. Спустя три дня такого отдыха мы все-таки соскучились по дороге, по нашим велосипедам. Собрали вещи быстренько. И погнали дальше в сторону Улан-Удэ. И вот мы выезжаем из Читы. Вот наш дом, наш подъезд. Собрались, привязались. Вот такие тучки нас сегодня снова встречают. Вот, поехали. Лена довольна. Ей нравится путешествовать. Да, Лена? Поехали. И вот мы выехали из Читы и снова крутим педали в сторону Улан-Удэ. Трасса Хабаровс-Чита закончилась. Дорожное полотно пришло в негодность. Сразу же появились дыры, всякие разломы просто в асфальте огромных размеров. Мы это приняли как данность. Поняли, что до европейской части страны нам ехать по таким дорогам. А так мы ехали уже по легкому для нас рельефу. В общем, получали максимальное удовольствие. Ничто уже не могло остановить нас на пути к нашей первой, самой главной, самой желанной цели к Байкалу. Вот поднимаемся. Перевальчик такой. Дорога, как вы уже видели, вообще классная. И тут еще такие себе понтины. Я бы назвала внедорожный перевальчик. Внедорожный перевальчик? Что, капец. Бедные машины. Как они тут ездят? Как прямые ездят почти. Мы даже их обгоняем на полу-волотах. Пешком ездят. Потому что нам тут можно срезать вот здесь тещу язык вот так. Можно срезать. А они там едут по асфальтику. Душно. Сегодня очень душно. Прошел дождик. И духота стоит. И мошка. Сто процент. Сто процентная влажность. По-любому. Сто один процент, я бы сказала. Ладно, все. Погнали. Вот по Федералке едем. О, красивая дорога, блин. Чита, Улан-Удэ. Вон, карифами наши едут. Вот, вот, вот такие вот, вот такие вот у нас федеральные трассы. Все для людей. Путешествуйте, ребята, на велосипедах. На машинах это получится дороговато. Сколько? Километров 60-70? 60 с чем-то. Сейчас с чем-то проехали. Сегодня первый день после Читы втягивающей. Встали раненько, чтобы не убивать ноги сразу же. Поставили палатку в таком сосновом бару. Вот, солнышко еще часа, наверное, два с половиной будет нас радовать. Сейчас будем нафаршировать нашу палатку нашими вещами. Вот такой сегодня хороший день. Вот так вот Лена покорила еще один перевал по трассе Читау-Улан-Удэ. Подъем был 4 километра. Четыре с половиной может быть. Семь процентов в среднем. Вот едет счастливая. Че ты там говоришь? А я тебе не скажу, потом увидишь. Это Франко из Австралии едет сейчас, но он итальянского происхождения парень. И вот его байк. Какой тип байк? Это BMW. BMW. Я не понимаю. Я понимаю BMW. BMW. И наши вот BMW стоят. Франко тоже путешествует через всю Евразию. Сейчас после Улан-Удэ повернет в Монголию. А после Монголия, Казахстан. Казахстан. А после Узбекистан. И Туркменистан. И Иран. Если я получил байк. Спасибо. В общем, друзья, мы уже практически доехали до города Улан-Удэ, республика Бурятия. О том, как мы круто там провели время и кинули свои силы на рывок до Байкала, смотрите в следующей серии. А пока что обязательно не поленитесь. Поставьте палец вверх. Подпишитесь на канал. И всем пока. 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 Пока.